На этом уроке мы проведем грамматический разбор суры «Зальзала» землетрясения. Зарф, твое слово, служащее обстоятельством времени, указывает на условие, обозначает условие, которое предполагает следствие или ответ, но не ставит глагол в состояние джазма, в усеченное состояние, как это делают, например, ин, ман, ма и так далее. Или, как приводят в книгах по синтаксису, «изайта» зарф на обстоятельство времени, обозначающие будущее времени, имя, которое ставит на месте джарра родительного падежа или в родительный падеж свой шарт, то есть свое условное предложение, то есть предложение, которое обозначает условие, и поставлено своим джавабом в состояние обвинительного падежа, то есть амином фактором, приводимым в ответное предложение. Так здесь, например, в данном случае, предложение «зуль зилят иль арду» – это жумлята шарта, это условное предложение, «фимахалли джарин», поставленное этим словом «изайта» в состоянии джар, а ответным предложением для условного предложения, то есть жумлята джаваба шарт, является предложение «тухаддису», по мнению большинства, а точнее глагол «тухаддису». Этот глагол «тухаддис» является тем амином, тем фактором, который воздействует на слово «изайта», из-за чего «изайта» у нас будет на месте падежа нас ввинительного падежа, «фимахалли джарин» То есть «тухаддису л-арду» – «земля расскажет свои вести, когда она будет сотрясена» Значит, «изайта» у нас «зарфа заманена» Обстоятельства времени Обстоятельства времени С неизменяемым окончаемым суконом на конце «фимахалли джарин» На спинном месте падежа нас ввинительного падежа Амин хаю амин – его фактор, который на него воздействует Это у нас глагол «тухаддису» Имя «изайта» является мудафом, то есть первым членом из-за фетного сочетания А если есть мудаф, то должен быть и мудаф или и второй член из-за фетного сочетания, из-за фетной связки Но для этого нам сначала надо разобрать по отдельности предложение «зулзилят» «зулзилят» – это у нас фиален мадан – глагол «прощадчиво времени» «мабнив лил мачхули» или «мабнив лималам юсамму фаилю» – поставлен страдательный залог «мабнив алил фатхи» – с неизменяемым окончанием с «фатха» на конце «ваттавата» на конце – это у нас «таваттанифис сакинату» «суконированна та» – женского рода, то есть обозначающий женский род указывающий на то, что фаиль здесь женского рода «муаннас» «та» – это харф «мабнив али сукуни» – харф с неизменяемым окончанием с «сукуном» на конце «аль-арда» – это «наибуль фаиль» – имя, заменяющее собой фаиль, действующее лицо имя, которое стало на место фаиля после его удаления Так в основе у нас, например, было «иза зальзалиллаху аль-арда» «когда Аллах сотрясёт землю» и так далее То есть здесь фаиль действующее лицо и так понятно, кто это Значит аль-арда в данном случае у нас будет «марфуан» – поставлено в состоянии графа именительной падежи «уаламуту» – признак падежа графа этого имени «аддамуту захирату аль-арда» – явно «аддаму» на его конце Дальше «зальзалиллаху» «зальзалиллаху» – это абсолютный мастер То есть свободное от ограничения дополнения То есть мы здесь не сказали «марфуалим бихи» – прямое дополнение Или же «марфуалим фихи» или же «марфуалим ля-арда» и так далее Это «марфуал мутлах» – усиливать смысл своего амеля, своего фактора То есть глагола «зульзалилла» «мансубан» – поставлено в состоянии нас в винительной падежи «уаламуту нас бихи» – признак падежа нас в этом имени «аль-фатхата злахирату аль-арда» – явная фатха на его конце «вазильзал» – это «мудав» Слово «зульзал» является мудавом – первым членом изофятного сочетания, изофятной конструкции или же изофятной связки, как говорят «х» – это «дамир мутлах» – наслитное местомение с неизменяемым кончайным суконом на конце «фимахалли джарин бель мудав» – поставлен мудавом состояние «жар» – родительной падежи В конце осталось сказать, что «вальфи'уле ма'ана иби фа'алихи» – глагол «зульзал» вместе со своим именем замещающим ее фа'аль Все это «жумлетун фа'алитун» – глагольное предложение «фимахалли джарин намеси падежа джар» – родительную падежа «как би идуафт иза илейхан» – посредством примыкания к ней или, скажем, постановкой в идуафу к ней слово «иза» – то есть «зульзалат иль арду» – это у нас «мудав илейхи для иза» «мудавун илейхи ли иза» – это предложение является вторым членом изофятного сочетания для имени Иза «Валлаху а'лам» Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...